Всем привет, друзья! С вами Ниль Фгорн и это TerraTech версия 0.7.5 Версия, в которую много что изменили, много что добавили и очень много изменений, которые не визуальные Да, в Experimental добавили колеса и стволы новые, ну как стволы, как я их назвал устройства для уничтожения Я о них показал, смотрите, предыдущие выпуски в альбоме по TerraTech и колеса, я показал эти устройства И сегодня я начну новый сезон в какой-то степени, новый сезон по TerraTech, потому что очень кардинально изменили биомы Биомы изменили на такой неузнаваемой степени, что они теперь очень-очень-очень отличаются друг от друга Даже можете посмотреть, да, вот там вот горы, представляете, вот здесь вот я сижу, это как бы горы уже склонны А там вот, посмотрите, на краю прям видно, да, горы, огромнейшие горы есть, прям вертикальные практически, на которые сложно забраться Вот здесь вот, посмотрите, то есть даже вот сейчас я нахожусь, как видите, очень интересные локации И сегодня я начинаю вот новый сезон, как бы начнем мы с постройки нового устройства, потому что за кадром я прошел все стадии, там, вот, где нужно выполнять квесты, да, по созданию, там, каких-то маленьких баз, да Я все эти квесты прошел, потому что они ничего не изменили в них и, типа, каждый раз начинать заново одно и то же показывать неинтересно Поэтому вот сейчас я дошел до такого уровня, где вот только вот просто уже даются, а нет, вот-вот-вот, стоп-стоп Последний крафтовый бизнес остается, это самый такой, где там нам расскажут про заводы вроде бы или предпоследний Ну, не важно, это уже не важно, в принципе, я могу даже это вам не показывать, а могу за кадром сделать Сейчас же мы создадим с вами устройство из тех блоков, которые у меня есть Из тех блоков, которые у меня есть, при том, что, как бы это правильно выразиться Как бы это правильно выразиться Их не очень много у меня Хотя, стоп Ах ты, да-да-да, все Их не очень много у меня, и поэтому постараемся сделать какое-то устройство такое, из чего есть, в общем Ну, еще пять тысяч денег, ну, может быть, что-то продадим Первое, что я, кстати, заметил, очень важное и интересное Это то, что, допустим, вот смотрите, убираю черную дыру, полностью убрал черную дыру, видите, она не рабочая Но, как видите, инвентарь я могу открывать То есть, они сделали, что инвентарь теперь всегда открытый, и из-за этого пропал баг того, что когда наше устройство Мы случайно убирали какой-нибудь блок, и наше устройство полностью разваливалось И черная дыра начинает сразу моментально засасывать эти предметы, и undo уже нельзя было нажать Теперь же можно нажимать undo, потому что все предметы возьмутся даже из черной дыры, если они уже были, ну, если они уже в черную дыру попали Тем самым мы и можем покупать предметы, посмотрите, вот об этом мне на стриме говорили, кстати, если кто не знает Каждый день практически в 5 часов по московскому времени на Твиче и на Ютубе проходят стримы, кроме воскресенья Приходите, не пожалеете Так вот, если мы берем любое устройство, как видите, ну, допустим, самое простейшее, да, самое первое Ну, вот оно, да То есть здесь, видите, не деньги написаны, не какая-то цена, а написаны блоки, которых у меня не хватает для того, чтобы создать вот это устройство В этом, кстати, очень интересный момент есть, потому что мы можем, допустим, сейчас создать это устройство, докупив буквально вот чуть-чуть вот И оно у нас будет Это прикольно и это необычно Также вот можем другие устройства всякие создать, но если эти блоки у нас есть в инвентаре То есть здесь вот, допустим, пожалуйста, показано, да То есть я могу вот это устройство И это вообще все устройства, которые авто... ну, автосохранение, которые до этого были сохранены Разные, притом разные Вот конкурс там, помните? Рапида, все эти устройства, которые я создавал Ну, в общем, очень интересная функция появилась И давайте же приступим к созданию нового, нового пустынного героя С чего же начнем? А начнем мы с того, что нужна какая-то основная база, да Ну, то есть на чем будет, как бы, крепиться все это Все наше устройство Основы колес я возьму вот эти геокорпуски Вот, вот эти вот То есть они пускай мне будут основой, потому что они Ну, я бы, конечно, взял другие побольше Но их у меня нет в таком количестве, чтобы построить на них сейчас же прям Поэтому, ладно, пусть пока будут эти колеса Что еще нам нужны? Нам нужны блоки Вот третьего уровня мне будет, в принципе, достаточно И да, сразу же я беру расстояние между блоками Кстати, нет, я вот вру вам Обманываю вас вообще наглым образом Не блоками мы будем пользоваться, а батареями Потому что мне не хватает, конечно же, батарей Я не могу, не могу сейчас использовать большие батареи Так как у меня их просто нету И поэтому придется использовать маленькие И докупать вообще практически все, которые есть И тем самым как-то хотя бы Хотя бы как-то компенсировать вот этот недостаток Нехватки батареи, что ли, да То есть запихивая куда, вообще, куда только можно эти батареи Так, ну вот, где-то вот такая вот база у нас будет В четыре колеса Куда ты едешь? Ну, куда ты едешь, колесо? Ну, серьезно Так, давайте вот как-нибудь так вот, наверное Хотя мне бы отъехать куда-то вот сюда вот, да Вот так вот, 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 ну вот Ааа, стоп, все Давайте колеса установим И вот в при... Оп Оп, оп Вот простейшую базу поставлю В четыре колеса с каждой стороны Этого мне будет достаточно Так, еще ставим две батареи И вот это вот основная база На которой я буду, ну, пока что передвигаться В чем фишка? В том, что первая проблема, которой я столкнулся Вот ежи, ну, тут передвигаясь Это то, что устройство практически на каждом склоне заваливается на бок То есть, если вы делаете базу, колесную базу очень узкой Допустим, если прямо вот соединить два колеса, да Сверху поставить какие-то блоки и нагрузить, вот как я до этого ездил То это уже слишком узко получается и устройство завалится То есть, нужно либо широкие колеса ставить, либо базу расширять Ну, вот я расширил на два блока Этого, я думаю, будет достаточно Также спереди и сзади мы еще поставим по блоку А поставим мы, наверное, крепкое геокорпусское колесо Но здесь мы уже будем использовать, наверное, ну, вот, к примеру Это будет у нас сперед даже Вот так вот, да, получается? Вот так вот То есть, здесь мы уже, давайте, поставим обычные-обычные вот такие вот колеса Зачем и почему так? Ну, наверное, и так понятно, да? Я надеюсь, понятно же Это из-за того, что по-другому-то, в принципе, и не нужно ставить Потому что, так как склоны теперь везде И это не то, что проблема Это, ну, так сказать, мы будем бороться с этими склонами, да, постоянно То есть, мы будем цепляться либо передом, либо задницей Поэтому мы делаем вот такую вот платформочку, типа гусеничной И на ней уже будем передвигаться То есть, если мы будем заезжать на какие-то более крутые склоны То мы будем просто упираться передним колесами И они нас будут, как бы, поднимать чуть-чуть Не скребя передом, так скажем То есть, мы не будем скрипти передом А наоборот, эти колеса как раз-таки нас будут поднимать на склон И тем самым мы будем более быстрее преодолевать такие склоны Плюс, так как в этой игре теперь уже есть всяческие каньоны, да Всяческие обрывы, и при том они очень узкие есть То вот такая вот база нам вообще очень будет полезна И я думаю, теперь же либо нужно колеса просто большие ставить Либо вот такую базу делать То есть, чтобы можно было как-то зацепиться Конечно же, можно эти колеса также поставить Ну, вот Вот так вот, к примеру То есть, это в принципе то же самое Но есть небольшой... Кстати, нет Кстати, нет Как раз-таки может быть это и выгодно А сейчас вот я, ребятки, наверное, думаю, что да Вот так вот, наверное, выгодно Да, колеса упираются Так, кстати, и смотрится получше Хотя разницы нет, как смотрится на самом-то деле Но вот здесь вот можно, допустим, так сделать, да Вот так вот Главное, чтобы вот этим углом не цеплялся Блин, проверить бы, проверить И давайте проверим Именно проверим Я достроил немножко еще базу Чисто для того, чтобы передвигаться быстро И посмотреть, как мы будем Вот, допустим, я вижу такой довольно-таки Серьезный склон И мне бы хотелось... Да нет, вообще нормально Заезжает спокойно Притом, конечно же Почему мы будем ударяться-то? Вы, наверное, понимаете, да? Ну вот я вижу даже Мы ударяемся не то, что даже Блин, мы ударяемся вот этой частью Может быть тогда вот здесь вот Поставить обычные колеса То есть мы, как видите Ударяемся не этими колесами А вот этими колесами Чем? А вот здесь вот, видите Такая крупная часть И она как бы делает неудобно Вот, ну, делает эти колеса немножко неудобными Неудобными Почему? Да потому что именно вот Этой как бы основой колеса Да, вот этой основой колеса Мы и ударяем Вот теперь вот совершенно иначе Устройство ощущается Давайте я вам покажу По склонам поезжу Теперь, ну, как вот видите Оно не ударяется То есть, видите Я прям прыгаю, так скажем Передком куда-то Давайте вот так вот Вот, сейчас посмотрим Бам! Видите, ничего не восстанавливается То есть мы не ударяем блоки именно Это, это очень как раз таки хорошо Именно этого я и достиг, ну, добивался Назад я не буду ставить это колесо Мне нравится, как получилась платформа То есть вот эти вот колеса Они немножко все-таки шире Вот этих Точнее, как сказать Они чуть-чуть ниже сидят И тем самым устройство Как бы вперед Немножко нагибается, да То есть Чуть хищное становится У нее такой Хищный такой взор, что ли Ну, как не взор А постановка Своей, всей платформы Получается Очень прикольно И вот это вот Мне нравится Конечно же Вот, вот прям Вот видите Ну нет, я ударяюсь все-таки Ударяюсь Вот сейчас вот был удар Я сейчас удар видел И здесь вот теперь непонятно Или вот так вот все-таки Значит здесь лучше Так Вот Или вот так вот все-таки лучше Хотя я могу и просто перед ком удариться Да, то есть вот этой частью Так что в принципе Тут без разницы Бам Ну да Скорее всего я ударяюсь передом Поэтому мне все-таки вот так вот нравится То есть так мы точно Наверное Хотя бы не ударимся перед ком То есть Как сказать Если мы и ударимся То вот этим углом Ну вот Собственно говоря Вот склон Смотрите То есть видите Уже передние колеса Вот здесь вот Очень пригодились То есть вот так вот Оп Заезжаем и все И поехали На склон Как видите Здесь склоны просто Ну невероятно крутые Просто шикарнейше И здесь наш транспорт Ну вот эта платформа По крайней мере будет Потрясающий Отлично Отлично Обязательно Нужны двигатели реактивные Чтобы заезжать на такие склоны Побыстрее Конечно Получилось Не скажу что прям вот Эферичное устройство Потому что блоков очень мало Да То есть я даже пушки Нормальные не могу поставить Всего лишь стоят Вот все стандартные пушки Которые в начале даются Но все-таки Все-таки мы Что-то да можем сделать У нас сразу же есть Некоторые задания Я уж не буду делать вам Бизнес-крафта Так сказать Задания Ну вот давайте попытаемся проехаться У меня есть всего лишь 4 ускорителя реактивных Которые подкидывают у нас Получается мы на задних колесах Постоянно прыгаем То есть вот Как-то так вот Да то есть Но Вот видите Передок Постоянно приподнимается Потому что я двигатели поставил Снизу Этого в принципе Ох ты ж Что круто Что круто Ребята Еще одно такое В обновлении было добавлено Что теперь устройства Появляются всегда С заряженными батареями Это раз И второе Что самое крутое Это то что Враги теперь Ну как сказать У вас Есть шанс Того что появится Враг Не только маленький Да как бы Но и большие гиганты То есть я уже встречал Каких-то таких здоровых Монстриков Которые Блин Ну не то что страшные Но По крайней мере Можно надеяться Что мы можем встретить Какого-то такого убийцы Который нас Разнесет Намного быстрее Чем мы будем этого ожидать Черт Я забыл Что миссия Это по таймингу То есть у нас 40 31 секунда Для того чтобы Уничтожить гонщика Так называемого Но Как видите Я уже рядышком с ним 32 секунды Ну изрывайся И все в принципе Отлично Отлично Я уже сейчас побоялся Прямо таки Что я проиграю Но ладно Я даже бросил черную дыру Кстати давайте За ней съездим Иииии Черт офигеть Блоки выпали Очень удачно Очень же удачно Ребят Просто бомбезно При том что Сейчас С сундуков падают И шапочки Вот как вот здесь Вот видите Выпала шапочка такая Дед Мороза И разноцветные блоки Помните наверное да Многие видели Разноцветные блоки В экспериментал коалиции Ну или в гараже Допустим Там очень много Ими уже можно строить Но в игре Они не были добавлены Но теперь же Вот есть возможность Их выбить Именно С Каких то сундуков Можно ли их крафтить Вот не могу сказать Потому что крафтом Я еще не занимался В этой версии Поэтому ничего не могу По этому поводу сказать Вы напишите информацию Если будете знать Да и вообще Вот если говорить Об обновлениях То в этой версии Как раз таки Очень многое обновили Ну что Радует глаза Так скажем Да Радует геймплей И радует Интерес Добавляет к игре Плюс к тому что они Безусловно конечно же В каждом обновлении Не работает Надо стабилизация игры Чтоб она Нет Пиксель наверное Нужно ставить чуть ниже Потому что я что-то Как-то совсем подлетаю Мне это не очень нравится Летать конечно хорошо Но что-то слишком Много я летаю Это как-то немножко Неудобно что ли Наверное куда-то вот Знаете вот сюда бы Куда-то двигатели поставить По бокам что ли Но здесь занято уже Надо будет подумать В принципе подумать Ну ладно Даже передвигаться сейчас По пересеченной местности Она такая необычная Ну может быть то что мне нравится То что она новая Поэтому я такой тип Воу-воу-воу-воу Наверное да конечно же То что новая местность И по ней интересно Передвигаться Она необычная Она постоянно разная Ооо ребят посмотрите Там огромный геокорб На задние колеса Огромный геокорб Субстройство Но Опять же Они без батарей Как видите Они без батарей И Ну что Ну вот все То есть первое же Орудие Которое По мне как-то стреляло Могло как-то Меня уничтожить Я уже взорвал То есть это лазеры Давайте сразу Здесь поставим Черную дыру Добывать Вот здесь Вот уже более мощно Здесь И батарея есть Но почему-то У этого устройства Незаряженная батарея Вот это странно Немножечко Странно Прям Что-то я даже удивился Почему Ну ладно Сейчас давайте посмотрим Что с сундука Вот Вот Как раз таки Разноцветный блок Просто Разноцветный блок И вот это колесо Которое Ну блин От которого я В восторге Оно одно из моих Любимейших колес Я очень люблю Создавать устройства Вот на таких колесах Они очень много веса держат И очень хорошо поворачивают И самое что Приятное На них очень прикольно прыгать Ну то есть Если вы подлетаете И на них приземляетесь Вот они очень хорошо Держат удар Прям Ну прям серьезно И при этом При всем у них Очень много жизней Вот смотрите Я тут хотел доехать До Следующего места Но черт возьми Посмотрите Вот локация какая Офигенная Ребят Пустыни Разные переходы Посмотрите Там вот чуть ниже Да Тут чуть выше Здесь куча переходов То есть вы можете А какие базы можно Ох У меня просто фантазия Бурлит И я прям вот в восторге Вот в фееричном восторге Насколько здесь можно Интересные штуки Что он делает И базы можно Представляете Сделать Допустим На каком-нибудь Как это Найти какой-нибудь Допустим Каньончик Да Интересный Ух ты ж Йоу Ребята Этот аппарат Меня радует Он столько много Новых и полезных Блоков Мне дает И ракетные двигатели И батарея Шикарно Посмотрите То есть допустим Если мы возьмем Вот этот конем Был бы немножко поуже Да Мы бы могли Сверху построить Такую крышу Да На ней построить базу А внутри сделать Такой как бы Ну Заезд К примеру Да Да даже здесь В принципе Можно вот так вот Закрывать И внутри делать заезд И так сказать Гараж какой-то То есть Постройки Ну как бы Фантазии для постройки баз Возможности для постройки баз Появилось очень много И это как раз таки Очень и очень радует При том что Я не знаю Правда это неправда Но мне в комментариях Написал человек Который Ну так сказать Болеет тоже игрой TerraTech Он написал Что новые колеса Которые есть В Experimental А может быть И все старые колеса Которые появились Теперь вроде бы Могут ездить по блокам Как вы помните Мы не можем Мы не можем Ох 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 Впс проседает все таки Мы не можем Обычными колесами Раньше не могли Обычными колесами Ездить по блокам И это очень Ну не то что мешало Это ограничило Фантазию Кстати вот Йоу-йоу Он нас может убить Потому что я по нему Не попадаю А батарея у меня Давайте в спину К нему заедем И вот так вот Он нас может убить Спокойно Притом он видите Вот Всеми своими стволами Попадает по мне Зараза Есть Четвертый уровень Коалиции Получил И новые блоки Круто Так вот И если я не ошибаюсь То можно теперь Ездить по блокам Раньше нельзя было Теперь можно И то есть Можно будет Как раз таки Сделать какой-то мост Мосты Да То есть Или гаражи В которые мы будем Заезжать Это интересно Это интересно При том что Может быть Теория Какой-то Даже какое-то устройство Которое Но в котором Можно будет Перевозить что-то К примеру Какие-нибудь вертолеты Да Или какие-нибудь Маленькие машинки Хотя я честно говоря Не знаю Как их загружать Как их загружать В устройстве И потом обратно Вытаскивать Но вот если вытаскивать То ладно Оно может быть Просто съедет А вот заехать Как в устройстве Я немножко не представляю Какие здесь там блоки дают Ну в принципе Ничего нового Это я уже выбивал все Ну вот Интересный блок Конечно Кстати А давайте А давайте Мы проверим Вот смотрите У меня сейчас появился Вот такой вот блок На котором мы можем Допустим Построить какую-то станцию Как раз нам нужна Сейчас зарядка Давайте я кое-что Построю платформу И мы проверим Можем мы ездить По блокам Или нет Вот такую небольшую Платформу я построил Этого в принципе Будет достаточно Чтобы попытаться На нее заехать Ну вот видите Вот Вот видите Не получается ездить То есть вот эти колеса Они просто упираются И они как будто Не воспринимают Эти блоки То есть эти колеса Или колеса блоки Или блоки Колеса не воспринимают Что по ним можно ездить Ну непонятно Что не работает Но вот сказали Что новые колеса Позволяют Но Кто знает Может быть Ну вот я вот Видите как бы Типа просто пропихнул себя Я даже могу Еще ускорить себя Ну то есть пропихнул Но вот ездить Все равно на них не получается Жалко Очень жалко Тут ехал Брать новое задание И увидел Вот такого вот Необычного Монстрика Ну это устройство Уж понятное дело Но Черт возьми Я первый раз Такие устройства вижу И это интересно Притом он смотрите Как атакует Это у него столько вот Что это у него там Ну вот он неудобный же Но Блин у него пушки С разных сторон Офигеть А для чего у него Вот эти вот подъемы Это просто похоже Декоративное какое-то устройство Сделано очень прикольно И необычно Такой Кругляш Такой круг Что ли Забавно Интересно На самом деле Жалко У меня нету Никакого бура Хотя его можно Куда-то сюда Установить Поставить И так сказать Разрезать наших врагов Но Я решил Хотя нет Вот здесь Кстати можно Реально поставить Бур У меня вот сейчас Ах ты ж Понятно Понятно Почему нельзя Понятно Почему и не получится В принципе Жалко Жалко Развалили Развалили устройство Господи Посп... Я Я наконец-таки Могу возрадоваться И увидеть Разные Разные устройства Что ли Потому что Ну помните Я как негодовал В предыдущих версиях Где Устройство Было ну очень мало Серьезно Очень мало Было устройств Которые Ну Не то что Могли бы дать Какой-то отпор А просто Чтобы Ну как-то Можно было Порадоваться Что ли Этим устройством То есть как-то Подраться с ними Подумать Да или просто Новое устройство Потому что Был такой момент Что Одно и то же Одно и то же Одно и то же И это не радовало Сейчас же Посмотрите Там какая-то Многоколесная Многоножка Нас может Поймать И уничтожить Блин Прикольно Давайте же Про Проатакуем Есть такое слово Протачим Не знаю Что это такое вообще Ну прикольно выглядит Но бестолковое Устройство Что это видно Что тут просто Просто куча пушек Которые Куча пушек И батарей И даже щитов Нормальных Нету Оно просто скатывается Потому что Черт Атакует Сильно Залп Мощный Давайте подальше Отойдем Потому что Почему они так далеко Бьют Смотрите Почему они так далеко Бьют Черт возьми Йоу 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 Валим 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 Давай 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 Что-то я не туда Решил свалить По-моему У меня батареи Ребят Кончились Вали 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 И честно Я не знаю Что делать с ним Издалека Попытаться Расстреливать Конечно же Оно Да нет Оно Я смотрю Вот Как они так Стреляют Что попадают По мне Ребят Кто Может мне Объяснить То есть Я сейчас Бью Навесом И то я не попадаю У меня Мортиры есть Понимаете И то я не попадаю Почему так Непонятно И то я не попадаю По ним Потому что я Двигаюсь Да На месте Сейчас Зарываться Начнут У меня Пушки Ну вот Сейчас Попадаю А они По мне Нет Сейчас Работают Мортиры По-моему Да Или нет Нет Мортиры Не Да Какие-то Мортиры Бесполезные Получаются Пушки Хотя бы Градус Могут Градус Стрельбы Настраивать И это Уже Хорошо Блин У него там Осталась Одна Кабина По-моему Все Наконец Таки Шесть Конечно Жесть Он Ну Вроде бы Да Простецкое Устройство Но вот Такое Количество Пушек Просто Тупо Из-за Большого Количества Пушек Он Мне Наносит Очень Большой Урон И батареи Мои Не Справляются Конечно На этом Я буду Заканчивать Ребята Если вам Понравилось Видео То вы Знаете Что делать Ставьте Лайки Если вам Вообще Нравится Эта И Хотите Видеть Ее Больше На Моем Канале Всем Всего Удачи И Пока